Привет, я Роман Цымбалюк, корреспондент Униан в Москве. Сегодня важный день, День Победы, 74-я годовщина. И спешу поздравить всех с этим праздником. Однако, эта важная дата омрачена сегодняшними событиями. И я должен признаться, что День Победы я перестал любить за годы работы в Москве. И все здесь объясняется очень и очень просто, потому что этот святой для нас день фактически используется российской пропагандой для того, чтобы оправдать российские агрессивные действия здесь и сейчас, и в том числе против Украины. Вообще-то, Россия начала сепарировать победу задолго до вторжения в Украину. И произошло это еще в 2010 году, когда Путин был премьер-министром. Я обязательно хочу вам напомнить его слова. Или даже диалог с придворным байкером-хирургом. Да, Владимир Владимирович, у меня здесь есть ваши давние знакомые, с которыми вы уже не раз виделись. Это «Ночные волки». Я хочу передать слово их лидеру, Александру Залдостанову, больше известному как хирургу. Вы с ним проехались до этого. Владимир Владимирович, я сейчас хотел адресовать вам вопрос по поводу Украины. В этом году мы свое байк-шоу проводили в Севастополе. Мы посвятили его 65-летию победы. И мысли о том, что мы вряд ли бы в этой войне победили, если бы были разными государствами. И я хотел вас спросить вот о чем. Как-то вы сказали, я не могу дословно повторить, полностью процитировать вашу фразу, но смысл ее заключался в том, что у человека, который не хотел бы объединения Украины с Россией, нет сердца. А вот у кого, кто хочет этого объединения, у того нет разума. Как быстро все они перевернули. Буквально за 4 года, с 10 по 14, от «Мы бы не победили без Украины» до «Крым наш». Наша победа, мы единственные хранители памяти. По поводу наших отношений с Украиной, я позволю с вами не согласиться, когда вы сейчас сказали, что если бы мы были разделены, мы не победили бы в войне. Мы все равно бы победили, потому что мы страна победителей. И более того, вот под тем, что я сказал, есть определенные основания. Если мы посмотрим статистику времен Второй мировой войны, то выяснится, что, собственно, что выяснится. Там это все есть. Наибольшие потери в Великой Отечественной войне понесла именно РСФСР. Более 70% потерь. Это значит, что война выиграна, не хочу никого обижать, но в основном за счет ресурсов человеческих и индустриальных ресурсов Российской Федерации. Как вам такое? Многие забыли уже эти слова Путина. И тогда украинцев переполняло чувство возмущения. И даже в социальных сетях было очень много таких сообщений, где люди перечисляли своих родственников, которые воевали, и которые погибли в годы Великой Отечественной войны. И подчеркивалось, что это что получается? Что без них могли обойтись. То есть, когда призывать людей в армию на войну. Так это, пожалуйста, это наша общая страна. А спустя годы выяснилось, что их смерть и их подвиг был необязательным. Согласно Путину, тогда великая страна могла обойтись и без участия моего деда, отца моего отца в Великой Отечественной войне, который закончил войну в Чехословакии под Прагой и был награжден орденом. Как тогда пели? Нам нужна одна победа, одна на всех. Мы за ценой не постоим. Но спустя годы новое поколение граждан России почему-то решили, что это их исключительное право называть себя народом-победителем. Уже много лет 9 мая, День Победы, используется Россией для ведения сегодня внешней политики. И даже вот такой нюанс. Смотрите, Путин 9 мая отправляет поздравления главам сейчас независимых стран, которые когда-то в качестве союзных республик, соответственно, входили в СССР. И поздравления главам Грузии и Украины не направляется. Там очень интересная форма поздравляют грузинский и украинский народ. Можно подумать, что президентов и руководство этих стран выбирает кто-то другой. Как будто они берутся из космоса. И даже в такой важный день они подчеркивают, что Россия это что-то одно, а Украина и Грузия что-то другое. Хотя, что произошло за последние годы? Фактически, Россия оккупировала часть и Грузии, и Украины. Россияне объявили, что у них эталон моделей, как праздновать День Победы. И, естественно, должны проводиться парады. Все должны смотреть и наслаждаться мощью российского оружия. Ну и, естественно, как бы всем недвозначно намекают, что могут повторить. Могут повторить победу, но теперь уже, естественно, не над немцами, а над украинцами и над грузинами. Согласитесь, разная коннотация и разный посыл между можем повторить и Николы Знов. И, внимание, кто готовится к новым современным войнам. И, собственно говоря, в российской системе образования все перевернулось с головы на ноги. Или с ног на голову. По сути, чему учат российских детей? А фактически учат культу войны. И в данном случае я хотел бы обратить ваше внимание на небольшую статью российского психолога, который объясняет, почему нельзя одевать детей в военную форму. Объясняет психолог Елена Кузнецова. Она пишет, что происходит романтизация и украшательство самого страшного в нашей жизни – войны. Воспитательный посыл, который получают через подобные действия взрослых дети – война – это здорово, это праздник, потому что она оканчивается победой. Ну и потом, естественно, все начинают праздновать салют и парад. Хотел бы вернуться к этому посту Кузнецовой. Что напишет? Война оканчивается непрожитыми жизнями с обеих сторон – могилками, братскими отдельными, на которые даже порой некому ходить поминать, потому что войны не выбирают, сколько живых из одной семьи взять платой за невозможность людей жить в мире. Войны вообще не выбирают. Наши или не наши просто берут плату бесценным. Вот это нужно доносить до детей. Военная форма – это одежда для смерти. Делать преждевременную смерть, встречать ее самому. Детям нужно покупать одежду про жизнь. Однако давайте внимательно рассмотрим эту страничку. Что предлагает Яндекс в качестве контентной рекламы? Пожалуйста, военная форма для мальчика и для девочки от 1390 рублей плюс орден Великой Отечественной войны в подарок. Все размеры для детей? Ну, это же прекрасно. Особенно орден в подарок. Можно орден пойти и купить. За него не нужно бороться. Не нужно рисковать жизнью. Это же так просто. Это же почти карнавал. Деды воевали. Смотрим дальше. Впервые оригинальная форма Великой Отечественной войны. Отличный выбор. Форма РКК. Форма Катюша. Главное, что гарантия 6 месяцев и доставка по всей России. В 2010-м Путин заявил, что Россия победила бы в войне без Украины. А за 5 лет до этого начали раздавать Георгиевскую ленту. Это как символ победы, который почему-то вошел в массы спустя много-много лет после 1945 года. Фактически это стало понемножку маркером. Маркером того, что ты за сегодняшнюю Россию. Ты за Путина или против. Не просто так. Именно с Георгиевской лентой. Это был главный отличительный элемент людей, которые вторглись в Украину в 2014-м году. Так они захватывали Крым, а с Георгиевскими лентами наперевес они захватывали и убивали на Донбассе. Давайте вспомним вот такой маленький момент. За что убили русские захватчики Степана Чубенко? Это 16-летний пацан за желто-голубую ленту. Потому что она у них якобы ассоциируется с нацизмом и фашизмом. Это просто чудеса пропаганды. Сначала они заявляют, украинцы братский народ. А те, кто за независимую Украину, автоматически становятся фашистами, нацистами и бендеровцами. И да, подлежат уничтожению. Вот такая она, эта логическая цепочка. И случай со Степаном очень трагический и очень показательный. Фактически, что произошло? Празднуют правильно только в России. А в Украине якобы праздник 9 мая запрещен. Да, у нас по-другому подходит к этому мероприятию. У нас нет парада. У нас парад на День независимости. Но, слушайте, сказать, что у нас забыли о победе, забыли о вкладе Украины, но это называется кощунство. Достаточно выйти в любом украинском городе к памятникам воинам Великой Отечественной войны. И все они доглянуты, ухожены. И 9 мая везде цветы. Зачем рассказывать российскому зрителю, что руководство Украины возложило цветы в память погибших и выживших в той войне. Пришли к вечному огню. Это же что получается? Какие-то нацисты-бендеровцы ненастоящие. Конечно, русским пропагандистам намного милее видео и видеокадры, где украинцы срывают эти георгиевские ленты. Конечно, в России бабушки и дедушки хватаются за сердца. И это же доказательство того, что в Украине фашизм. И ни у кого не возникает противоречий, что именно с этими лентами фактически президент России отправил людей в Украину решать военные вопросы. И меня больше всего возмущает и обижает, что эти товарищи, боги пиара из Кремля, память дедов бросили в топку российского величия сегодня. Знаете, иногда читаешь в социальные сети, и там частенько бывает такая фраза, что главное достижение Путина и Шойгу это победа в Великой Отечественной войне. Они к этому не имеют отношения. Но они из этого создали фактически новую российскую религию. Культ победы. Культ можем повторить. А что они могут повторить? Тысячи, миллионы жертв. Сначала неумелое управление армией, в результате чего фактически отступали до Москвы. Мне всегда хотелось задать вопрос. Э, потомки победителей вас не интересуют? Почему под руководством вашего мудрого вождя вся Украина была оккупирована? Вы сдали всю Украину фашистам? А теперь нам рассказывают о том, что мы плохо помним или плохо воюем. Еще до войны у меня был тут такой случай, когда один парень из российского информагентства сказал мне, что хохлы, это цитата, сдали немцам Крым, а освободили его эти русские. Но согласитесь, бред же, кощунство. А теперь сотрудники МИД России с умными лицами на пресс-конференциях перед этим праздником рассказывают, как правильно нужно помнить историю и как правильно нужно чтить подвиг наших детов. То есть все, кто не с Россией, те против России. В мае 1945 года и после вынесения приговора Нюрнбергским трибуналам всем казалось, что справедливость наконец восторжествовала, что преступники наказаны, а нацизм и фашизм навсегда останутся достоянием истории. Однако если бы тем, кто добывал ту победу, сказали, что спустя 60-70 лет по улицам европейских стран станут проходить торжественные матчи бывших нацистов, коллаборационистов будут называть борцами за свободу и национальными героями, они бы, очевидно, сошли то, что происходит, и подобное явление неуместной шуткой, или же сказали, что это плод бурной фантазии. Однако это та тревожная реальность, с которой нам приходится сталкиваться практически каждый день. Для нашей страны 9 мая – это совершенно особенный праздник, это особая дата. В России практически нет семьи, которую та страшная война обошла бы стороной. Именно поэтому любую попытку фальсифицировать историю, подвергнуть ревизии итоги Второй мировой войны, попытки героизации нацизма, принизить, отрицать подвиг тех, кто добыл ту великую победу, мы пропускаем в буквальном смысле слова через себя. В России не хотят или даже запрещено разбираться в истории. Все должно быть черно-белое. Победители – те, кто правы и побежденные. И никто не хочет разбираться в нюансах. И, конечно, так просто всех называть бандеровцами, то есть фашистами и так далее, и так далее. Конечно, это противоречит базовому подходу. Ведь Бандера за что боролся? За независимую Украину. А значит, он враг для Российской Федерации. Я прекрасно понимаю, что история, да и исторические фигуры того времени, ну, как бы они не творили в белых перчатках. Достаточно посмотреть фильм «Дудя» про Колыму. Ну, ничего, Сталин тут является национальным героем и примером для подражания. Но, слушайте, вы не учите нас Родину любить. И мы сами разберемся, кто у нас герой, а кто нет. Ну и самое главное, независимо от того, кем является Степан или являлся Степан Бандера, это не повод и не оправдание сегодняшним россиянам стрелять в наших украинских солдат. По сути, все немножечко изменилось. Теперь мы имеем новых захватчиков. И они пришли не с запада, а с востока. Каждый раз, когда вот сам участвует в таком шествии, в шествии бессмертного полка... А расскажите, пожалуйста, про них. Это герои антифашисты. Это действительно чувствовалось абсолютное единение, как бы, и, если можно так сказать, что наши ветераны, они, в общем-то, огромное им спасибо, низкий поклон. Они нас спасли в 1945 году от той судьбы, которую нам готовила гитлеровская Германия и их союзники. Наши ветераны спасли нас тогда, и они нам до сих пор помогают объединяться и чувствовать действительно подлинное единение. Почему сейчас в Беларуси и в Казахстане начинают запрещать акцию «Бессмертный полк»? Потому что она не направлена на память. Фактически, она собирает под своими знаменами тех, кто отрицает существование независимых государств Казахстана и Беларуси. Вот, собственно, и все. Если внимательно почитать слова желающих провести акцию «Бессмертный полк» в Беларуси, что мы видим, они не хотят присоединяться к общегосударственным мероприятиям «Беларусь помнит». Они хотят провести альтернативное шествие, чтобы показать, что Беларусь — это одно, а якобы они несут какие-то общие цели. И по большому-то счету, если продолжать этот логический ряд, дальше это предполагает ликвидацию белорусского государства. И да, давайте-ка не будем забывать, что и Беларусь, и Казахстан являются ближайшими союзниками Российской Федерации. Хотя, наверное, слово «союзники» для Москвы, оно неправильное. Они любят вассалов и покоренные территории. Наверное, чисто случайно белорусскую молочку забанили на российском рынке. Да-да, Евразийский экономический союз, свобода рынка. Кстати, до 2014 года, до вторжения, что-то подобное переживали и мы. Тогда были молочные, сырные и даже шоколадные войны. А потом пришли русские оккупанты на танках и с автоматах в руках. Ну и, естественно, с георгиевскими лентами. Хотел бы напомнить слова Путина, он сказал их 9 мая на Красной площади в 16-м году, 3 года назад. Наши солдаты и командиры доказали, что они достойные преемники героев Великой Отечественной войны и с честью защищают интересы России. Где их защищают эти интересы? В Украине, в оккупированном Крыму, на оккупированном Донбассе, в Сирии или Венесуэле. Известно, что Россия нигде не заканчивается, опять же, если верить Владимиру Владимировичу. А это значит, что весь мир Россия, ну, естественно, кроме Косова, ведь Косова это Сербия. И сейчас вот на волне этой моды передевания своих детей в военную форму происходит следующее. Россия готовится к новой освободительной войне. И первая мишень это Украина и ближайшие соседи. Давайте будем оптимистами и исходить из простой формулы, аксиомы. Украина была, есть и будет. А российских захватчиков рано или поздно изгоним из Украины. Точно так же, как 74 года назад победили фашистских захватчиков. Читайте Агентство Униан, подписывайтесь на мой YouTube канал. С Днем Победы! Она у нас одна на всех. Она у нас одна на всех.